всем привет ребят ну что у нас сегодня очередной обзорчик следующих талантов и сегодня у нас обзор непростых талантов очень интересных это милость святого пророка и милость борца это три таланта смотрителя многие не знают куда их ставить на знают как использовать сразу говорю что такие таланты на сегодня лучше всего эмблемой они очень круто себя показывают против противоположной фракции недавно ну как недавно уже давно у нас вели смотрители вместо артефактов скажем так герои в зависимости от того как ну какому смотрителю не относятся против имеют определенные бонусы против противоположной фракции то есть если так вот посмотреть от благословления тут одно вот наносит вражеским героям равный 57 максимального уровня здоровья и секунды накладывают молчание дружественным героем фракции пророка восстанавливать 50 процентов максимального значения здоровья увеличивает их точность на 38 но не стоит это путать это бьет сам смотритель но от него по сути нам дали сделали такие как бы талантики которые на сегодня работают вот именно по фракциям борцы подавляет пророков то есть красный против зеленых зеленый против святых святые против борца то есть все соответствует смотрителям соответственно эти таланты очень неплохие против противоположных фракций в основном если вот так вот зайти обратно же идем сюда смотрите ли заходите вот фракция героя и смотрим в основном все-таки относительно топовые там асура ронин огник тот же самый ледяной феникс седна стрелок командора роза они в зеленой фракции то есть одним из самых топовых есть если брать именно талант есть талант борца вот этот милость борца его конечно же лучше ставить эмблемкой на восьмом уровне он наносит 680 процентов атаки а также 680 процентов атаки рядом вражеском игрой фракции фракции пророка то есть он наносит дополнительный урон чтобы вы понимали поэтому эти таланты используют на архидемоне то есть они бьют повторно скажем так это своего рода еще 2 атака очень круто они заходят именно против зеленых и в основном это один из таких самых топовых зеленый очень редко ставят и он наносит намного меньше скажем так урона вот посмотрите вот эмблема я вам показал руны вот эмблема если брать с трех борца самые такие топовые по урону по жизни самый слабенький получается милость святого но все опять же все рандомно поехали героем давайте побежим сюда тут у меня разнообразие на английском сервере больше если выбирать кому же все таки их ставить первую очередь это на героев на архидемона то есть не заморачивайтесь если у вас выпал талант эмблема рано или поздно будут таланты очень тяжело получить особенно без донатом лучше поставьте либо расколы либо их на архидемона да вы сможете больше набивать не даже не обязательно там максимальный уровень 1 2 3 4 5 это уже будет лучше чем все остальное дальше каким героем ставить вот давайте так пойдем по порядку начнем с архидемона да вот раз можно ставить 2 у копидона я не знаю кто кто какие герои используют ведьма 3 тыковка бессмысленно вольт тоже бедно лучше конечно же поставить эмблемы это все видите у меня некоторые герои даже прокачаны есть я тестировал очень много так потом у нас ну сердце едка как вариант если вы будете использовать на архи стрелок а к этому на сегодня будет стрелок как вариант все это такие основные кто используется но еще косма если у вас есть тоже как вариант то есть это герои на архидемона дальше кому тоже очень круто заходит это заходит фрея так как там и так бешеный урон если поставить именно она находится в серой фракции то есть она работает по сути против красных но еще дополнительно можно как вариант поставить будет работать дофигища дамага наносить также я оставил пробовал тестировал на огнике тоже очень круто смотрится как у уника усиленный урон зеленая фракция против красных то что надо с таких героев больше я не знаю никому бы не ставил потому что по сути вы выбираете как атаку таки отхил они будут работать только против фракции в основном то есть до герой нанесут нормального урона но к сожалению это будет все равно не то так давайте посмотрим я покажу вам как они работают попробуем кого-то найти даже в экспедиции так давайте на примере фрея то есть ставим красную перри выставляем рейку вот такой вот вариант они зарабатывают по героям которые вблизи они не бьют через всю карту поэтому они работают с руки то есть это тоже нужно учитывать если ваш герой будет вот бежать либо отсюда атаковать он атаковать по сути не будет то есть вариант как видите но мы никого не атакуем то есть бьет ее скил талант срабатывает он срабатывает с руки то есть герои должны быть рядом вот есть у нас стрелок отлично не знаю ли мы до него добежим вы конечно неплохо но наверное вряд ли как видите косма нам мешает блинте в этих космопа набирали предлагают повысить силу да дальше давайте поищем расту без косма так вот тут у нас фрея но я думаю мы должны добежать вот смотрите теперь внимательно на огника вот видите дополнительный удар еще идет красный такой то есть он срабатывает вот красненький такой бежит это срабатывает именно талант то есть основной мой удар идет а красный идет по огнику то есть по герою который находится рядом давайте пойдем на экспедицию там будет лучше видно всего лучше ставить героем у которых есть хороший дф то есть ограниченный урон это в данном случае эти два героя которым показал вы можете выбирать если вам то попадается большинство можете ставить эмблемы моблемы самый такой оптимальный вариант потому что ставить талантом я не знаю бессмысленно можно попробовать этот этот талант поставить как вариант тоже так смотрите ли не убрали неплохо кстати также заходит я и забыл я бегал раньше с ронином родин очень обалденно сливает окна заблокировали видите тут никого из героев таких нету чтобы их тащить а сможет дальше кто-то тут тут фрэнш и будет час их просто считать давайте сюда еще возьмем гляди аху так давайте на примере ронина попробуем сейчас и найду ронина у меня ронин где-то был ни один вот есть бравлером поехали так зеленый смотритель у нас вот в принципе фигня итак смотрим вот видите бьет там такой урон выскакивает просто мама не горюй то есть такого плана ронин может слить даже того же самого лотника то есть без проблем вот смотрите внимательно смотрите на розу ведь ему такой ну конечно лучше опять же не талантом ставите уже говорил таланта лучшего жёха поставить эмблемы вот опять же в зависимости от того против кого вы воевать хотите то есть такой вариант добавить сюда огонька тоже ой гавриогника ронина тоже можно я испытывал как только вышли эти таланты на родине у меня даже их три по моему должно быть если кого-то не слил раз два три то есть три таких ронина есть кому-то еще ставить но бессмысленно так как он работает с руки то есть это если вы ставите то ставьте герои который дальник который будет пить соответственно будет талант срабатывать либо ближний бой ближнего боя но танк потому что очень быстро солью в принципе все больше по этому таланту нечего даже рассказывает то есть он либо архидема либо по локации если вашим пачкам сложно все пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока